добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о власти и авторитете отца чем еще утверждается и в чем еще проявляется этот авторитет прежде всего я хотел бы поговорить о том что авторитет и власть отца утверждается на его твердых жизненных убеждениях я вообще в принципе не могу себе представить настоящего мужчину которого бы не было каких-то убеждений таких мы называем тряпками подкаблучниками так далее но когда мы говорим об отцовстве когда мы говорим что отец это тот кто назидает наставляет и учит своих детей то отсутствие убеждений это фатально намного хуже чем неверные убеждения когда мы говорим об убеждениях мы говорим о том что у этого человека есть свое мнение есть своя позиция и возможно она не будет верной возможно она не будет правильная с нашей точки зрения однако она не просто есть но он готов ее отстаивать и убеждение и твердые убеждения всегда является основанием для морального да не только морального авторитета когда ты призываешь ребенка не знаю там к чистоплотности но при этом чистоплотность не является твоим принципом когда ты в уличен когда у тебя слова расходятся с делом особенно когда мы говорим о некоторых категориях верующих которые в церкви представляют себе один образ человека дома это совершенно другой человек на работе это третий человек а между вот этими вот локациями этого совершенно четвертый человек но поскольку дети это наверное единственные люди которые могут сопровождать тебя между локациями и быть в этих локациях с тобой они видят что ты лицемер и у тебя нет убеждений ты не умеешь отстаивать недавно разговаривал с одним парнем который жаловался на своего сына и сказал так мы сидели дома и обсуждали куда мы поедем в отпуск и мама сказала что мы не поедем на кавказ потому что там много вина и для папы это плохо и папа сказал да я разделяю это конечно мне нужно вот подальше от вина держаться вообще вино дети вино это очень плохо и потом говорит мы пошли к друзьям папиным мы сидели там и папа говорил баба моя дурная не дает мне вино пить не хочет на кавказ ехать тоже там вино вино это супер и это очень хорошо и так далее и он где-то потом мы пошли друзьям вечером вместе всей семьей и он опять выражал ту позицию которую не было утром когда мы разговаривали в семье и говорит и он всегда меняет свою точку зрения в зависимости от обстоятельств не удивительно то что этот парень не видит своего отца как авторитет он и не хочет ему подчиняться потому что он не видит вот этой стойкости убеждений вы знаете у нас есть один знакомый он постоянно пьян постоянно пьян и когда мы с ним стали разговаривать на эту тему он сказал очень просто это моя жизненная позиция пить это нормально и я лучше буду пьяным чем трезвым благодаря трезвый я вижу этот мир и он не очень хорош и он отстаивает эти убеждения вы знаете у меня больше уважение к этому алкашу нежели к вот такому отцу который в разных ситуациях ведет себя по-разному и говорит разные вещи если вы хотите обладать настоящим авторитетом то вам необходимо во первых обладать убеждениями а во вторых